Всем здравствуйте! В данном видео вы увидите, как правильно рассчитать и уложить плитку размером метр двадцать на ноль шестьдесят. Но вначале мы займемся подготовкой пола. Изначально поверхность пола тщательно грунтуем. Затем разводим клей в нужные нам пропорции. И протягиваем визуально в одну сторону. Этот способ я увидел на канале Workroom, моя мастерская. Кому интересны подробные описания, заходите и подписывайтесь на канал. Ссылка в описании. После высыхания первого слоя тщательно грунтуем. И наносим второй слой. Клея в противоположную сторону. Тем самым выводим пол в одну плоскость. Если этого не сделать, у нас не получится качественная работа. Далее мы делаем разметку для раскладки плитки по всей плитке. Находим центр. И выводим угол 90 градусов, симметрично смещая две стороны. Так мы получаем точную раскладку, чтобы при работе не было ошибок. Начинаем укладку керамогранита. Плитку кладем на гребенку в 10 миллиметров. Освежаем полы для лучшей адгезии. Редактор субтитров. Также всю плитку промазываем, так как она слегка горбатая. Продолжаем укладку. Для выравнивания горбатой плитки я применил DLS, стягивая в один уровень. За счет этого стыки получились идеально ровными. После разметки керамогранита мы аккуратно вырезаем нужную нам форму алмазным диском. Делаем все аккуратно и не спеша. Делаем все аккуратно и не спеша. Затем корректируем. И полируем. Предварительно проверяем. И после чего приступаем к укладке. Делаем все аккуратно и не спеша. Делаем все аккуратно и не спеша. Для того, чтобы отпилить плитку в один миллиметр без сколов. Нам надо пройти край плитки черепашкой на конус в нужный нам размер. Затем аккуратно произвести распил плитки в том месте, где прошлись черепашкой. Делаем все аккуратно и не спеша. Делаем все аккуратно и не спеша. Если все аккуратно и не спеша. Если все сделали правильно, распил будет ровный и без сколов. Делаем все аккуратно и не спеша. Для начала мы подготовим поверхность плитки и швов. Затем все стены, примыкающие с плиткой, мы закрываем малярной лентой. Налипание ленты производим на уровне пола. Таким образом, мы предотвращаем попадание эпоксидной фуги на стены. И только после всех подготовок, мы приступаем к затирке пола. Для этого нам понадобятся резиновые перчатки, шпатель для затирки. Каждый выбирает то, что ему удобно. Целлюлозные губки, они бывают разных размеров. Затем мочалка из игольчатого абразива. Влаговпитывающие салфетки и салфетки из микрофибры. У кого нет кухонных весов и нет возможности все взвесить, я предлагаю содержимое в ведре поделить на 4 части. Каждую из которых вы вполне успеете выработать. А также содержимое эпоксидки разделить на 4 равных части. После чего содержимое одной из части тщательно перемешиваем. Ну и приступаем к затирке эпоксидной хоги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Перед тем, как снять остаток фуги, шпатель промываем водой для полного удаления остатков. Продолжение следует... После выработки одной из части, практически следом можно замывать швы целлюлозной губкой, обильно смывая водой. Остаток фуги остается на губке. Попробуем маленькой губкой. Ведь они в 5 раз дешевле, чем большая. В принципе, никакой разницы. Все так же хорошо чистит. После замывки убираем лишний налет мочалкой из игольчатого абразива. Продолжение следует... Чистит просто идеально. И в оконцовке проходим влаговпитывающей салфеткой. Она удаляет остаток воды и грязи. На следующий день у нас остается небольшой налет на плитке от эпоксидной фуги. Наносим очищающее средство. Оно идет в наборе с фугой. И начинаем тщательно вытирать мочалкой из игольчатого абразива. Мы видим, что мочалка отлично справляется со своей задачей, собирая весь остаток. Затем промываем горячей водой салфеткой из микрофибры. Тщательно моем салфетку и удаляем с пола очищающее средство. Остаток воды и грязи убираем влаговпитывающей салфеткой. Проходим салфеткой из микрофибры. И завершающим этапом натираем пол лопчатобумажной салфеткой. Можно взять салфетку с резиновым напылением для прилипания к обуви. И произвести полировку пола ногами. Так легче и быстрее. Продолжение следует... После завершения всех работ мы удаляем малярную ленту. Друзья, кому было полезно это видео, подписываемся и ставим лайки. Всем пока, спасибо за внимание.